Но Герцен заметил, что Белинский в спокойной обстановке говорит плохо. Он монотонно получал, писал лучше, чем говорил, но когда касались дорогих его сердца убеждений, он тут надо было видеть, он чрезвычайно возбуждался, надо было спор, он бросался на противника Барса, Барса рвал его на части, делал их смешным, делал их жалким, а по дороге с блестящим красноречием развелся.